I have ways of blowing things off. Пойдемте на... Иди сюда. На зачисточку, как обычно. Начнем с этого. Будем пытаться заработать наши деньги. Фига ли я такой не одетый? Мы же вроде как на новичка заходили. Неужели там ранг шмоток был неумеха или что-то такое? До свидания, чувак. Чем ты можешь... Чем ты можешь со мной поделиться? Поясом ты можешь со мной поделиться. Хорошо, давай. Я не знаю толк от этого пояса, но поехали. Тыкать топориком. Ты гений нафиг. Причем самое прикольное, что игра, наверное, засчитала бы это как хороший удар. На тебе в ухо. Я, кстати, не знаю, что должно случиться, чтобы пояс, блин... Офигеть! Ты офигел вообще? Чтобы пояс засчитал... То есть, как нужно попасть в пояс, чтобы он засчитал броню, которую он дает. Просто двумя ударами! Ха-ха-ха! И все! Ты нормальный! Ну, понятно, что нет, но... Я тут приоденусь за твой счет, если ты не против. Фига себе, Тончара! На тебе в челюсть. Ай! Первый удар... Я танканул чисто за счет того, что... Одежку новую взял. Иди сюда, тварь! Все, склейся. Что ж мне все бьете-то? Ребят, вы че? Это не спортивное поведение. У нее посох. Ну, мне хана, по-моему. Ну, все, все, да. Я просто под спрей попал. Парочку хороших ударов я и влепил, не спорю. Но нужно было быстро с ней заканчивать. Потому что вот... Иначе просто попадаешь под спрей и все. Г-г-шечком, как говорится. Пойдемте в драку. Пойдемте просто чуть-чуть денежки заработаем. Мы топчемся на месте. Ну, не то, чтобы топчемся на месте. Сколько мы 2-3 золотых заработали за прошлый раз. Но этого мало. Опять же, это происходит чисто из-за того, что мне так нравятся зачистки. И я частенько проигрываю деньги именно на зачистках, к сожалению. Но это самая интересная часть геймплея. Опять же, ребят. Если вы считаете, что что-то нужно менять, то давайте говорите. Я пока что сужу исключительно из своих собственных впечатлений. Но если у вас есть какие-то хорошие идеи, как насчет того, чтобы заработать денежку и живым остаться, то я не против его послушать. Ну, давайте, мочите друг друга. Эти двое еще до сих пор... Опа, есть. Есть. Я тебе помог, видишь? До свидания. Два удара. Флоуэс Викторий. Ну, зарабатывать деньги на драках реально можно. Они нормально так идут, по одному серебряному. Правда. Может, надо высокоуровневые драки. Ну, такое. Чувака застанили, и с двух сторон обрабатывают, и все, он отъехал. Один удар спереди, один сзади. Один спереди, один сзади. Он чуть выпрямился. Бах, до свидания. О, хорошо. Хорошо. Минус. Я-то тут при чем? Прилетело ни за что, ни про что просто. Рефери не бьют. Ладно. Еще серебряные взяли. А ты уже кандидат? Черт, он быстро. А, он уже кандидатом стал. Ну, давайте управление там. Семьдесят седьмой, да, у нас надо поднять им уровень? Давайте сходим, поднимем. Ты у нас, как обычно, знаток. Опа. Ты у нас не знаток. Не знаю, у них вот эти вот ранги таким случайным образом распределяются. Ты, нет, ты еще не знаток. Извини. Вот ты. Дружище. Что мы тебе делаем? Мы тебе вторую броню делаем? Просто на будущее. Просто на будущее. Одеть на тебя что-нибудь можно? Ты на новичка. У нас кандидат. На кандидата что есть? Новичок. Да, во-первых, наверное, сапоги человеческие тебе оденем. Они вот эти тапочки. Ты у нас на кандидата. Тут дофига шмота на кандидата, на самом деле. Тканые рубашки. Да, подождем. Пока что сапожки тебе выдали, и то хорошо. Пойдем еще раз. Получается, этот парень у нас теперь может выходить на кандидата. Двое на двое на кандидатах. Кем я могу еще пойти? У меня есть... Новичок у меня вообще коллега, у меня есть знаток. На знатоке есть дуэль. На которую я, наверное, схожу. Или на вызов. Или на дуэль. Давайте на дуэль. Я просто... Где ты нафиг? С таким щитом. Ай! Я его тоже разочек тыкнул. Куда ты к нему спиной-то повернулся? Надо было... Надо было идти... Не на дуэль, надо было идти на вызов. Черт побери. Ну что я ему с таким щитом-то сделаю? Не знаю, мне вот этот тычок кажется немножечко невнятным. Хотя в прошлом бою... Ну, в прошлом бою, в прошлый раз, когда я дрался тычками... В прошлой серии, да? Я довольно неплохо чувака тыкнул два раза и... А, блин, ладно. Склеился. Обидно. Щиты вообще не знаю, что против щитов делать. Я не знаю, как их выбивать. Я не знаю, что... Может, они тяжелым оружием выбиваются каким-то там. Пишите, ребят, что мне со щитами-то делать? Зачистка на кандидате. Хе-хе-хе-хе-хе. Мы уже выехали, мы уже идем к вам. Так хорош! Я ж... Чувак, это зачистка, если что. Мне тут еще, если я... Ясно, я тебя не выиграю. Пф! А-ха-ха-ха! Первый же перец с топориком меня взял и ушатал. Сходил, блин, на зачистку один. Офигеть! Как так-то? Кулачный. Идемте. Как один чел зарабатывал деньги? Ага. Так, ладно. Похоже, что... Да хорош меня избивать, блин! Я тут пытаюсь с людьми разговаривать. Так вот. Похоже, что одна из самых больших проблем для меня сейчас на высоких уровнях, это именно щиты. То есть, когда я попадаю против чувака со щитом, я практически бесполезен. Я не знаю, что мне делать, как выбивать эти щиты. То есть, по идее, у него там есть... Спасибо, до свидания. Блин, хотя я послед... Последний пару раз неплохо ударил. Ну ладно. Попадаю против чувака со щитом, и я ему почти что ничего не могу противопоставить. Это фиалка. Как мне их выбивать? Стоит ли мне менять стиль борьбы какой-нибудь? Я вообще меч так-то хочу по-хорошему. На меч накопить еще надо. Он стоит там то ли 7, то ли 8. Да ну! Ты же труп уже! До свидания! Чуть не убил меня труп. Меня чуть зомби не убил, нормально. Ну хоть какие-то деньги себе вернул. 4 серебра... 4 бронзовых такое. Идем еще раз, наверное, в кулачный. Долечим оставшихся там чувачков. Это, по-моему, было больно. По звуку это было больно. Что-то... Причем, я же говорю, до сих пор я ничего не менял с механикой. Никакие апдейты ко мне не приходили. Но почему-то стали по-другому ощущаться топоры, топорики и всякое такое. То есть, раньше это было не настолько опасное оружие. Или, возможно, я же говорю, что у меня как-то восприятие игры поменялось. Я не знаю, с чем это связано. Ну, почти долечились. Хорошо, есть знаток, есть новичок. Пойдемте посмотрим, что мы можем сделать. Есть драка на знатоке. С оружием неумехи. А вот это будет интересно. Драка на знатоке с шмотками неумехи. Ага, даже настолько. Мне придется у кого-то пушку отбирать. Убейте кого-то с посохом, пожалуйста. Посох убили. Теперь отойдите от него, пожалуйста. Голожопый воин. Только на крюк не попадись. Это очень опасно, когда у тебя голая задница, а против тебя крюк. Ребят, никогда так не поступайте. Да ну ладно, тебе нет! Да ну нет же! Блин! У меня были все шансы выиграть. Ай, черт. Причем я сколько ждал, пока он вылечится. Взяли, опять чуть ли не в могилу загнали. Ну блин! Ааа, знаток, иди! Знай свое место, знаток! Что мы можем новичком сделать? Можем в драку сходить. Кстати, пойдемте в драку опять же. Черт, это было обидно. Я реально мог выиграть. Меня просто заспамили. То есть первый раз попали, бак второй, третий добивалочка. И все, я уже там ничего не мог сделать. То есть на вот этих вот уровнях, на определенных, становится опасно. Хотя бы один удар пропустить. Потому что после него могут просто заспамить и все. Чувак с вилами отъехал. Мочи ее! И... Эй, да-да-да! Та, вы че? Уйди! Как меня так аннигилировали-то? Что стало с оружием? На, до свидания! Офигеть, как я это сейчас выжил! А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дайте осознать, погодите! По мне прилетело два удара, и я оказался вот в этом вот состоянии. Хотя вот как я поступил с последним чуваком, вот ему тоже не повезло. Смотрите, два хэдшота, у него вообще шансов не было. После как прилетел первый хэд, второй просто уже был, как бы, добивающим. Конь-ди-дат. Конь-ди-дат. Ну, пойдемте, пойдемте. Я знаю, я об этом пожалею. Пойдемте. Че, дядька, босиком что ли? Точно. Не-не-не-не-не-не-не-не! Мне кажется, у нее посох с шипами или... Ну-ка, я сейчас хочу сравнить. То, что я босиком, я понял, потому что я тапочки убрал. Я же ему одел сапоги и... У нас одинаковые посохи или нет? Посох. Дробящий половинка. Баланса дофигища. Импульс неплох. Дробящий полторушка. Этот посох лучше, Карл. Фига себе. Тапки отдай. Спасибо. Вилы. А-а-а-ай! Ну, он тычет, понятно, что это... А-а-ай! Оставь мои почки в покое, тварь! Посох с шипами гораздо лучше, чем посох обычный. Ну, это было, кстати, понятно. Погодите, управление 77-м. Да сейчас мы дойдем до него. У меня есть посох... Ш-ш-ш-ш-ш... Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Кандидат. Кандидат. У меня есть, кстати, вилы. Давайте мы ему вилы дадим. Почему бы и нет? Какого фига? Пока что вот больше всего меня радует именно бил. Пока что больше всего меня радует именно бил. Как оружие. Не знаю, оно мне прям так очень хорошо заходит. Прям... На тебе вилы, дорогой мой дружище. А вот эта штука пусть валяется у тебя в инвентаре, если ты будешь на нулевых рангах где-то драться, чтобы у тебя просто пушка была хоть какая-то. А то будет вообще печально. Кандидат, кандидат. Пойдем на дуэль, кандидат. Вилы твои испробуем. Я понимаю, что ты калека, но... Ага, вилы испробуем. Посох. Да уйди ты от меня. Что с этими чертовыми щитами-то делать? Причем этот еще маленький... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Осторожней! До свидания. Ну, тут как бы я чувствовал, что я могу выиграть. С маленьким щитом. Оно вроде еще ничего, потому что там хэт прилетает неплохо, если прицелится. Но что делать с большими щитами, я до сих пор не знаю. Проблема. Зачистка на новичке. Хе-хе-хе. Ам, ну пойдем. У чувака кинжал или короткий меч? Ау! До свидания. Ну, кинжал это опасная штука. Я не скажу, что этот бой был легким. Это было просто лотерея, на мой взгляд. Один, полтора. То же самое, но наплечники. Наплечник, кстати, неплох. Вот это. Вот это. Вот это. Вот так. Вот так. Вот так? Да, отлично. Неплохо собрали. Спасибо, чувак. Спасибо я даже не сколько за шмотки, а за то, что не сильно покалечил. Отходим. Отходим! Ах, тебе повезло, на самом деле. А, мне не повезло! Вот тот хэт, который ему прилетел, он мог быть очень классный. Я не знаю, почему он не прошел. Ай-яй-яй! Да вы что? Да что с хэтами-то? Блин! Я не знаю, что... То есть, лезвие прилетает ему ровно в подбородок, но при этом удар не такой сильный. Нет, может он и наносит желтого урона, но при этом ощущается он совсем не таким сильным. Ладно. Ладно, пойдем. Да вы посмотрите на этот шкаф! Это женщина, по-вашему. Хотя с другой стороны, кто будет выпускать слабую женщину в кулачный бой? Ай-яй-яй-яй! Под такую музыку кулачный бой реально ощущается балетом. То есть, есть такая драматическая боевая музыка, это такая камерная. Мне интересно, что будет, если я... А, с альтом не работает. Было бы интересно, то есть альт это тычок, удар с альтом это тычок. Прикиньте, если было бы, если в кулачном бою ты зажимаешь альт, он начинает тыкать пальцем в глаз. Не, как я выиграл, не знаю. Это вообще дурдом сейчас был. Я бы поражал с этого, если бы он начинал на тычке тыкать пальцем в глаз куда-нибудь. Это было бы смешно. Идем еще раз сюда. Сколько мы за сегодняшнюю серию заработали? А, а, а? Пол золотых? Так, ладно. Как по мне, нужно переставать ходить на зачистки. По крайней мере на высоких уровнях, потому что я их не затаскиваю. Нужно пытаться ходить на дуэли, на всякое такое. Все, до свидания. Все те бои, которые я, ну, теоретически могу выиграть. Ёлки-палки, у меня мой основной персонаж поднял уровень, серьезно. Я как раз задумывался сегодня, а когда же это произойдет? То есть он до кандидата-то поднялся. Что я могу тебе сделать? Я могу тебе вторую броню сделать, на, на здоровье. Хоть я не знаю, вряд ли ты ее когда-то будешь носить, но ладно. Что могу на знатоке сходить? Двое на двое могу на знатоке, у меня нет второго знатока. Жаль. Дуэль. Пойдем. На неумехах, на кулаках, что ли? Блин. Я что-то забыл. Надо ему оружие положить. Надо ему оружие положить, чтобы у него хоть что-то было. Семьдесят... Скажу, тридцать третий у нас, да? Да. Задолбало, блин, с голой задницей. Второй раз уже проигрываю. Ааа, бесит. Знаток, блин, фигов. На тебе... Тут кандидат нужен. А что тебе? У тебя есть посох, а фиг ли ты его не взял? На неумехах-то, он же не требует ничего. Карл, ты совсем... У тебя есть все шмотки для того, чтобы выйти... Ладно, штанов нет, это я могу понять. На тебе штаны на здоровье. Почему ты посох-то не взял? Так, вот этого я сейчас честно не понял, ребятушки. У него есть оружие для неумех. Почему он не вышел сейчас с оружием для неумех? Объясните, пожалуйста. Хотелось бы услышать внятное объяснение, если вас не затруднит. Потому что, ну, я понимаю, если был бы мой косяк, если бы я ему не оставил шмота, который он может одеть. На неумех был у него посох. Драка на кандидате, пойдемте. Офига себе, вот это молотком забило только что посоха. Или это топор? Да не, вроде молоток. Тремя ударами, бах, и все. Смотрите, два молотка. Посох щимит. Ха-ха-ха, прилетел. А это не посох, это кочерга была. Привет, молоток. Она два человека убила. Такими ударами размашистыми. Чувак, твоя голова оказалась просто на пути. Сдохни уже, сдохни! Тварина. Фух, флауэллэс викторий. Нифига себе, вы видели, сколько мне ее долбить пришлось? Так, зачистка на кандидате. Нет, зачем, не нажимай, нет, не нажимай, это нет. Зачем я сюда пошел? Мне, кстати, иногда еще кажется, что... Допустим, какой-то удар, от которого я увернулся. Потом я делаю наступление и попадаю в самый конец анимации этого удара, и мне все-таки проходит урон. А, и вот это я видел, что летит ко мне. Ну, я открылся, и он мне сбоку этот кинжатчик и примастил. Да. Not cool, man. Тут, в принципе, наверное, уже без шансов. Просто ваншот арматурой. Черт. Самый интересный геймплей, говорю. Давайте вызов на новичка. Не-не-не-не-не-не-не-не, не надо. Да, ну не достаешь ты. Разрывай дистанцию. О, я руку ей порезал. Ему. Ему. Не знаю, кто это. Да, сдохни. Фига себе. Меня прессует чувак с кинжалом. Причем неплохо так прессует. Я даже не знаю, какая будет развязка этого боя, потому что он вполне меня сейчас может шотнуть и все. Нет. Сколько у тебя жизней? Тварь, сдохни, пожалуйста. Это очень опасно сейчас было. Ёлки-палки. Как я это вытащил, вообще не знаю. Просто такой бьешь, чувака, бьешь, бьешь, бьешь. А у него вроде как и кровь летит. И он не дохнет. И тут он такой берет тебя чпыньк ножиком в бок, и у тебя полжизни нету. И, блин, паника в селе. Черт, страшно. Ладно, зато выиграли. Это мы разменялись? Или это только мне столько урона прилетело? До свидания. Хороший бой. И потому что выиграл, и потому что напряжение было. Хорошенько он мне так грохнул этим копьем. Так, что у нас на знатоке есть? Схватка на знатоке есть? Дуэль на знатоке с новичковым оружием. Зачистка на новичке. Пойдем. Не дать ему замахнуться. До свидания. Просто уничтожили. Все, теперь забираем твои шмотки. Не хочу. Шлем отдай, а то мне голове холодно. Так. Хочу ли я твою дубину забирать? Где она там? Куда ты дубину-то дел? Блин, давно у меня таких замутов не было с экзаменом, и что у меня оружие пропало. А, вот оно. Помните, когда я по мечам топтался вплотную и не мог понять, где они? Блин, оно тяжелое. Я об этом пожалею. Ну ладно. Максимум выкину. А, я приехал. Все. К стенке просто лбом бздынь. Мне надо было дубину брать, да. То есть пару раз я, конечно, по нему ударил, но оружие очень медленно, очень неуклюже. Не знаю, но тянет меня к зачисткам. Просто офигительный режим. Ничего не могу с собой поделать. Ладно, знаток. Знаток-дуэль. Все. Давайте, идем. Вернем хоть немножко денег. Попробуем. Ну, как бы, да, это громко сказано. Вернем. Меня сейчас тут и забьют немножко. Мне нужен двуручный меч. До свидания. Мне нужен двуручный меч. Я против двуручника вот таких вот железных. Я себя чувствую крайне неуютно. Просто я не знаю, за счет чего я выигрываю. Вообще. Двое на двое знаток. Знаток-кандидат. Зачистка. Не хочу. Где у нас кандидат? Кандидат у нас практически труп, но мы сейчас пойдем им на вызов. Я знаю об этом, пожалею. Ну, против молотка, в принципе, есть шансы. Ну, а мне или ваншотнет, или я выиграю. Отойди! Неплохо, неплохо пока что. До свидания. Все, нормально. Вышли. То есть, серьезно, против молотка это или он меня сейчас ваншотнул бы где-нибудь ударом сверху или по почкам, или я бы выиграл, и я выиграл. Нормально, хорошо. Знаток. Зачистка двое на двое. Вообще, у нас знатока кропаль дают. Так, что у нас по новичкам? Кулачный бой, на кандидате, дуэль. Ну, пойдемте еще на одну дуэль, наверное. О, я заработал уже золотой за сегодня, хорошо. Вилы. Вилы это фигово. Ай! Я напоролся, блин. До свидания. Повезло. Повезло, что не начала тыкать и всякое такое тупило очень долго. Так, ладно. Кандидат драка. Пойдемте в драку, просто бабла подзаработать попробуем. Не ко мне. Давайте, мимо, ребят, все мимо. Давайте, бейте друг другом. Здоровье, пожалуйста. Не знаю, вот так вот играть тремя чуваками, как по мне, интереснее. Я понимаю, что их одевать очень долго и все дела, но аниме получаются трехуровневые. Один вон на неомеха кандидатах, другой на новичках этих, третий на знатоках. И знаток, по-моему, скоро у нас перейдет в следующую лигу, если не будет так тупить. Чувак долго такой подыхался, прямо в таких муках страшных. Месиво на скалах. Тоже звучит как хорошее название серии. Месиво на скалах. По-хорошему щита надо было валить, поэтому я и помог. До свидания. Не надо было меня, наверное, бить, но ладно. Хорошо. Драка, драка, драка. Итак, у нас есть новичок-знаток. В знатоке что-то у нас нет ничего, в новичке... Идемте, идемте сливать деньги. Я не знаю, я не могу противостоять этому. Я отрублю тебе руку. И ногу. Может, еще и голову. Было бы, на мой взгляд, чрезвычайно круто, если бы в экзамене сделали бы вариант с расчленением. То есть, у них здесь... Ммм, флаулес виктори? Прикольно. У них здесь очень... Прикольно, на мой взгляд. Ты у нас сдаешься половинку. Ладно, потом я слышу, что я тебе одену. В общем, прикольно сделаны все вот эти попадания, все дела. Но... Блин, я бы хотел, наверное, какую-нибудь расчлененку против всего этого. Это было бы интересно, реально интересно. Может быть, когда-то добавят. Я не знаю, возможно ли это сделать на этом движке. Я, к сожалению, не эксперт. Но это то, что было бы приятно. Чтобы, допустим, отрубили руку человеку, и он потерял возможность, там, таскать оружие. Ну, в главной игре это, конечно, было бы... Ну, допустим... О, хорошо, улетел чувак. Ну, если бы ты играешь такой в главный сюжет, и тебе персонажи отрубили бы руку, и все, играй до конца подземелья с отрубленной рукой, так бы, конечно, было бы не очень. А с другой стороны, сделать какой-то хардмод, где это происходит, и было бы, по-моему, круто. Ну, на аренах это было бы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хорош! Хорош, он меня просто зажал! Твари, кусок, я тут разговариваю. С людьми, он этим пользуется. Ну, конечно! Блин, я двоих убил вообще, не запариваясь. Третий меня взял вот так вот топорчиком, зажал в уголочке, и все, и я ему ничего не смог сделать. Вот это сейчас обидно было. Тут у меня реально были шансы пройти, ну кого фига? Идемте. Вот сюда. Попробуем убить первого чувака и раздербанить его. У него меч. Я, возможно, этот меч возьму с собой. Хотя, с другой стороны, это короткий меч, одноручный. Он пока что исключительно из-за длины меча и проигрывает. То есть, он не нанес ни одного удара, чисто потому, что у него не хватило длины меча. Одеваемся. А ты кто? Кольчужный капюшон. Спасибо. Неплохо так голову усилили сейчас. Поручи наручи. Что у нас? Два с половиной, полтора. Эти похуже будут. Кирасу я не буду брать. Штанцы. Такие себе. Да, наверное, все, что ли. Он уже я прихвачу с собой, потом, может быть, понадобится где-то. Короткое копье. Спасибо, что напомнили мне в комментах, когда это было две серии назад, про короткое копье, что есть короткое и длинное. Ну, я тогда просто увидел чувака с копьем и щитом и удивился, что так можно было. А есть короткая версия копья, есть длинная. Но короткая сама по себе, видите, она не помогает человеку. Если она без какого-нибудь подкрепленного слова. Блин, такой розовый сет прикольненький у чувака. Ладно, поехали дальше. Черт. По-моему, я приехал. Шестопер и щит. Вроде по нему там какой-то урон проходит. Даже не все в щит уходит. О, неплохо. Вот это я сейчас прям даже прочувствовал, как ему влетело. По-моему, по шее долбанул. Вот этот удар по шее. Он был жесткий. Прям жесткий. Прям видно было. Вот так. А, они друг друга меняют. Тогда давай лучше так ляжки прикроем. Полторушка, полторушка. То же самое, но желтый гамбизон. У меня желтый... А, это поменяла вот эту штуку. Тогда да, надо. А ты у нас... А, ты у нас поменяешь. А ты просто одела. Прикольно, капуста. Хорошо. Ну вот эта штука, она... Так. 4, 2, 3. Нет. Вот ты получше. У меня получше будет. Поехали дальше. Меч и щит. Мои доспехи, меч мой, шлем и щит. Да будь для меня. И путь будет открыться. Кто вспомнил, откуда это, пишите, ребят. Пока меня тут расчленяют мечом. Я пытаюсь вспоминать стихи. Нельзя, нельзя близко подходить. Я открываюсь. У меня нет защиты. О. Хорошо. Вот. Тут у меня чуть-чуть длины не хватило. Меча этого копья. Ай-яй-яй-яй. Та, отойди ты. Ну. По крайней мере, меня шлем сейчас спасает от красного урона. Мне голову сейчас мечом пробить очень трудно. Но я проигрываю. У нее щит довольно хорошо блочит. Ай-яй. Фух. Фух. Вот помогло то, что вот этот капюшон, шлем и всяк такое спасло меня от красного урона. А желтый-то у меня сейчас восстановится. Я думал, что я проигрываю. А ты что такой черный красивый? Ёперус это. Топор. Ну, это или оно меня ваншотнет, или я выиграю. Потому что пока что я наношу маленькие порезики ему. То тут, то там. Ну, вот эта штука очень тяжелая, очень большая. Мне кажется, оно урона нанесет просто нечеловеческое количество. Если попадет по мне. Не торопимся. Все. Нормально. Главное было не торопиться. Затащил! Вы видели? Ё-ха! Ладно. Ладно, это реально. Знаток вызов. Знаток драка. Пойдемте на вызов сходим. Блин, 9,7. Красиво. Пойдемте на вызов сходим. У нас шестопер без щита. Если не будем тупить. Мы замочили шестопер со щитом. На контратаку взяли. Хорошо. Не-не-не. На тебе. По-моему, это из нее кровяка полилась, да? То есть она меня ударила? Но мой удар прошел лучше. Надо выбираться из камней. Камни невыгодной позиции. А-а-а! До свидания. Вот такой. Многие спрашивают. Откуда делись эти шрамы? Why so serious? Когда копьем рисует тебе улыбку, это, конечно, да. Блин, красиво. Красиво. Никто у нас не качнулся, случайно? Нет. Но это была хорошая, красивая, завершающая нота для сегодняшней серии. Во-первых, у нас почти все люди восстановились. Во-вторых, мы победили в зачистке. Мы победили... Это была дуэль или вызов, я не помню. Вот. Немножечко подсобрали денег. Причем всю серию мы торчали на нуле. Там на шести золотых, шести золотых, шести золотых. А сейчас у нас... Опа! 9 и 11. Почти что 10 золотых. Красиво. Буквально последними несколькими боями мы поднабрали денежек. Похоже, я вернулся. Похоже, дела пошли на лад. Вот фу, как бы, чтобы не сглазить. Все, ребятушки. На этом пока будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бабра. Всем молодушек. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok